Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Мы сверяем нашу оценку экспертов с самооценкой атомной станции. Оценка качества развертывания производственной системы Росатома на Смоленской АЭС. Визит полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. У вас познакомились с некими моделями? Братик или нет, чей выбор абсолютно ваш? Проект госкорпорации Росатом на Смоленской АЭС. Программа, которая предполагалась по направлению Дня охраны труда на Смоленской АЭС, выполнена. Подведены итоги Дня охраны труда на предприятии. Первый баскетбольный турнир среди команд атомных станций. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Выработка 24 889 мегаватт, что составляет 100,8% от баланса АЭС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первые и третьи энергоблоки суммарная нагрузка 2 132 мегаватта. По работающим блокам существенных замечаний нет. Выработка электроэнергии за 19 дней декабря составила 1,3 млрд кВт-ч, что превышает плановое задание на 391 млн. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 21,47 млрд кВт-ч, сверхпланы 564 млн. кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Семь из девяти целевых индикаторов, установленных Смоленской АЭС как предприятию-лидеру производственной системы Росатома на 2016 год, выполняются. К такому выводу пришли специалисты Центрального аппарата и филиалов концерна «Росэнергоатом» во главе с директором Департамента развития ПСР и операционной эффективности Сергеем Максимовым. С 12 по 13 декабря они провели на Смоленской АЭС оценку качества развертывания производственной системы Росатома по специальной методике. Меморандум в целом совпал с итогами самопроверки, которую проводила Смоленская станция. Тем не менее, он акцентировал определенные области, которые необходимо поправить до проведения итоговой проверки, которую будет проводить госкорпорация в начале февраля, на которой мы должны будем подтвердить статус лидера ПСР. Направление, которым необходимо уделить особое внимание – вовлеченность и достижение бизнес-целей. Директор Департамента развития ПСР и операционной эффективности Сергей Максимов уверен, что умелое использование инструментов производственной системы поможет Смоленская АЭС решить поставленные задачи. Вы, оставаясь лидером, берете к себе на буксир все предприятия ДЗО в зоне присутствия атомной станции. Высокотехнологичным предприятием, обеспечивающим устойчивое экономическое развитие региона, назвал Смоленскую АЭС полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов. С рабочим визитом он посетил Атамград-Десногорск 14 декабря. Александр Беглов посетил Десногорск впервые. Встречали гости губернатор области Алексей Островский, председатель законодательного собрания Игорь Ляхов и глава нашего муниципального образования Вячеслав Сидунков. Целью визита была оценка исполнения указов и поручений в сфере энергоснабжения, повышения эффективности производства, качества образования, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. В самом начале визита они возложили цветы на мемориале Курган Славы. Первым объектом в списке посещений было крупнейшее энергетическое предприятие региона «Смоленская атомная станция». На встрече Александр Дмитриевич подчеркнул, что атомная энергетика – одно из важных направлений стратегического развития нашей страны. То, что касается развития атомной промышленности, оно развивается и будет, и, наверное, вам доводит руководство. У нас есть перспективы и строительство не только в Смоленске, но и в Воронежской у нас строится. Много строится и будут дальше продолжаться строиться. Мы на этом не остановимся, а будем продолжать. Далее полпредпрезидента посетил вторую школу. Все образовательные учреждения Десногорска соответствуют статусу прогрессивного образовательного процесса. Вторая школа наряду со всеми положенными направлениями обучения внедряет различные методики и проекты воспитательного и развивающего назначения. Патриотическая организация «Гагаринцы» создана для учеников средних классов. Республика самоуправления «Дом» объединила деятельных, организованных молодых. Все они активно участвуют в жизни школы и стоят на защите прав детей. В школе работает официальный корпункт «Атом-ТВ» под эгидой госкорпорации «Росатом». Затем гости отдали дань уважения тем, кто возрождал атомную энергетику на Смоленщине и возложили цветы к памятному знаку первостроителям на площади около администрации. Поисковое движение в Десногорске играет особенную роль в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. В нашем городе, благодаря поисковикам и ветеранам Великой Отечественной войны, создан музей боевой славы на Смоленщине. Гостям рассказали, что он открылся после реконструкции 8 мая прошлого года. Инициатором реставрационных и ремонтных работ выступил Общественный совет директоров и руководителей города. Полномочный представитель президента Александр Беглов поделился с журналистами впечатлением от визита в Десногорск. Порадовый город, чистенький, аккуратненький, я хочу сказать. Если говорить о целом, о выполнении поручений президента, то сегодня все поручения президента выполняются, а некоторые даже сопережения. Более 60 руководителей специалистов Смоленской АЭС приняли участие в образовательном проекте «День знаний». Более 60 руководителей специалистов Смоленской АЭС приняли участие в образовательном проекте «День знаний». 16 декабря на предприятии его провели тренеры Корпоративной академии «Русатома» при поддержке отдела развития персонала атомной станции. День знаний – это уникальное мероприятие, которое позволяет собрать сразу много народу и показать им очень много разных тем, раскрыть перед ними эти темы за один день. Образовательная программа включала различные мастер-классы, тренинги и практикумы, которые участники выбирали по собственному желанию. Все участники «Дня знаний» получили сертификаты о прохождении обучения в Корпоративной академии «Русатома». Вот этот тренинг, опять-таки, очень большое спасибо тренеру, прошел на очень высоком уровне и во многом мне помог. Вот мы там изучили техники убеждения, именно техники работы с персоналом. Ну, как бы, думаю, что это поможет мне в дальнейшей работе. Завершился День знаний командообразующим мероприятием. Творческие группы с помощью кистей и красок при поддержке профессиональных художников собрали на отдельных холстах единую панораму Десногорска будущего. Эта картина украсит одно из помещений атомной станции. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленск-АЭС. В этом месяце он прошел по теме «Нарядная допускная система. Безопасная организация работ в электроустановках». Всю программу, которая предполагалась по направлению Дня охраны труда на Смоленск-АЭС, выполнена. Могу сказать, что выполнены те ключевые события по дорожной карте, по работе по предотвращению травматизма, связанному с электротравматизмом. Отрадно было подводить итоги по конкурсу. В своих группах соревнующихся первое место заняли ЦЦР, отдел радиационной безопасности, отдел метрологии, управление закупок, отдел кадров. Вторые места заняли химический цех, транспортный цех, отдел технологического управления, служба безопасности и отдел документационного обеспечения. И третье место заняли реакторный цех у ПТК, АЕБИН, ПТО и АУК. Все коллективы хотелось бы поздравить с этим немалым успехом. Десногорский прошел открытый турнир по баскетболу на призы Смоленск-АЭС. В соревнованиях приняли участие команды четырех атомных станций – Каленинской, Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской. Спортсменов приветствовали руководители города и станции. Президент областной федерации баскетбола судья международной категории Сергей Фомин вручил директору Смоленской АЭС Павлу Лубенскому памятный подарок, символизирующий «на шаг впереди». Активным участникам, продвигающим баскетбольный проект в атомных городах, вручены именные значки Центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом». Их первыми обладателями стали Павел Лубенский, Анатолий Терлецкий, Юрий Кузнецов и Вячеслав Седунков. Лучшие спортсмены и организаторы баскетбольных мероприятий награждены грамотами главного управления Смоленской области по спорту. «Для города, и для Смоленской атомной станции, и для всех жителей города, я считаю, любой турнир, который проводится на территории города – это праздник. Поэтому у нас сегодня праздник, у нас турнир. У нас великолепные ребята приехали, великолепные команды. Для них созданы великолепные условия. Мы им желаем, вот как глава сказал, только победы. Но победить сильнейший». Бронзовым призёром турнира стала команда Калининской АЭС. Серебро в упорной борьбе досталось команде Смоленской АЭС. Золото соревнований завоевала команда Ленинградской АЭС. Наши земляки были отмечены также и в номинациях. Даниил Томиловский – лучший нападающий, а Игорь Гладышев – самый полезный игрок. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова